Ой, ну вы прекрасно знаете, какую слабость я питаю к таким вот прекрасным и необычным штукам для дома. Ими легко украсить и задать атмосферу в любом помещении, и это невероятно круто. Вот такое левитирующее кашпо, будет шикарно смотреться и дома, и в офисе, и в кафе. Работает от сети, платформа подает магнитное поле, а вот магнит спрятан в самом горшке, так что отталкивается от платформы, создает эффект полета. Внутри искусственный цветок, который при желании можно заменить на любой другой. Главное, чтобы его не надо было поливать. Выглядит это все очень круто и необычно. Ну и продолжаем тему украшения пространства. Давайте посмотрим на эти необычные часы. От них так и тянет ощущениями, что их только что спаял твой батя. Прикольная мигающая подсветка и достаточно яркий циферблат скрывается под пластиковым колпаком. Специально, чтобы любопытные ручки не дотянулись до микросхем. Кстати, да, отдельно хочу отметить, что видно буквально каждую схему и припой. Очень круто, если у вас комната в стиле киберпанк или много подобных деталей в дизайне интерьера. Эти часики отлично впишутся. Подчеркнут характер вайба. Кстати, подключить их можно прямую к компьютеру или монитору. Главное, чтобы был USB-порт. В каком-то смысле это делает их мобильнее. А теперь по-настоящему о полезных вещах. Вот такая солнечная панель вам точно пригодится на природе. Сейчас, кстати, открывается сезон зимней рыбалки. Да и на снегокате можно погонять по лесу. Ну, короче, не про отдых, а про панель. Так вот, это суперлегкая, тонкая и при этом очень прочная панель, которая способна перерабатывать до 26% солнечной энергии в электричество. Легко поместится в рюкзаке, размером 26 на 14, весом всего 100 грамм. Водонепроницаемый материал IP67 выдерживает непредсказуемые погодные условия. Экологически чистый и самоочищающийся материал. Е-мембрана долговечна и устойчива к высоким температурам. Легко можно зарядить телефон, планшет или ноутбук. Классный девайс для похода, экологично и безопасно. Давненько у нас не было всяких прикольных карманных штук. Вот, например, интересный кликер в форме хот-дога. Выполнен из нержавеющей стали и титанового сплава. Редкая, буквально коллекционная штука для ценителей. Шикарно для снятия стресса, прекрасно при СДВГ. Классно разрабатывает мелкую моторику, ну и просто скоротать время, откинуть лишние мысли. Кстати, такие штуки еще очень круто избавляют от вредных привычек. Если вы бросаете курить, хорошо сработает с нервами и стрессом. Игрушка небольшого размера весит около 200 грамм. Ее легко положить в карман, каждое изделие изготавливается вручную, поэтому они так и ценятся. Те самые Найки из назад в будущее. Да-да, они существуют. С автоматической шнуровкой. В 2011 году Найк в сотрудничестве с фондом актера Майкла Джей Фокса выпустила ограниченное издание Nike Mac. Шнуровка буквально садится по ноге. Можно регулировать обхват сверху на ботинке, затянуть потуже или ослабить. Еще у них прикольная подсветка. Очень эргономично выглядят. На пятке три светодиода – зеленый, желтый и красный. Они означают уровень заряда. Как только индикатор останавливается на красной отметке, пора ставить шузу на зарядку. В целом они очень круто выглядят. Даже в 2023 году они все равно смотрятся как обувь из будущего. А это лазерный уровень от фирмы Хуепар. Несмотря на смешное для русскоговорящих название, Хуепар – довольно крупный китайский бренд по производству строительного инструмента. Пробовали на дальность вечером, из окна бьет где-то на 30-50 метров. Зеленый луч лучше видно, чем красный. Я им даже с котом поиграл. По отдельности не включаются. Выключаются при заблокированном маятнике. Магнитный держатель фиксируется намертво. В целом Хуепарчик мне понравился. А это индукционный нагреватель, поразивший меня своей комплектацией. А точнее, чехлом. Товар пришел в самом настоящем кейсе, представляешь? В таком массивном, напоминающем чемоданы, в которых миллионы носят. В фильмах, конечно. А еще к нему шло шесть катушек и инструкция. Нагреватель работает неплохо. Гайку расплавил секунд за 30, при этом сам ничуть не нагрелся. Справляется даже со столетними болтами, которые намертво прикипели к поверхности. Моя мама уверена, что через пару лет у нас все будет работать от USB. Сначала я смеялся над этим, но как только я нашел беспроводной USB паяльник, мне стало страшно. Только представь, телефон заряди, часы заряди, наушники заряди, паяльник тоже заряди. А если зарядка одна? Ух, жуть! Что-то я отвлекся. Мощность устройства 8 Вт, батарея 2000 мАч. Припой диаметром 1 мм расплавляет через пару секунд. Максимальная температура работы 450 градусов. Думаю, для домашнего использования хватит с головой. А это набор для восстановления резьбы. Ну прям профессиональная штука, в которую входят 100-500 деталей, без 100 грамм здесь просто не обойтись. Вот я до сих пор не разобрался, что, куда, зачем и как. А знаешь, в чем прикол? Здесь нет никакой инструкции, от слова совсем. И что делать? Хотя бы какую-то бумажку положили, а так только пробовать восстановить резьбу методом проб и ошибок. Честно говоря, такое себе увлечение. Хотя, чем еще заниматься в свободное время? Демонтажный паяльник или же олово-отсос. Но первый вариант мне нравится больше, а второй уж слишком откровенный. Или это у меня проблемы с фантазией. Да, неважно. Вернемся к теме. Работает он от сети. Нагреваем его. На это уходит примерно минут 5. А после подносим насадку к месту, которое нужно очистить. В момент плавления припоя нажимаем на кнопку и готово. Но чтобы не тратить на это время, лучше 7 раз проверить и 1 раз припаять. Или как там говорится. Если вы являетесь автолюбителем и постоянно попадаете на камеры ДПС, то следующий товар может вам помочь. Это рамка для номера автомобиля, которая имеет небольшой секрет. Рамка оборудована интересным механизмом, который может перевернуть ваш номер и сделать она может это весьма быстро. На обратную сторону можно закрепить какой-нибудь левый номер или же просто оставить ее пустой. Управлять рамкой можно двумя способами. Можно установить небольшую кнопку в салоне и при нажатии на нее ваша рамка перевернется. Или можно сделать это с помощью дистанционного пульта. Хулиганский товарчик. Давненько у нас тут не было крутых товарчиков для наших любимых котеек. Это прикольная игрушка, которая поможет скоротать вашему усатому другу время без вас. Игрушка чем-то похожа на советскую неваляшку. Только внутри есть небольшой механизм, который постоянно раскачивает ее. В верхней части расположился небольшой поводок с пушистым хвостиком на конце. И когда он начнет раскачиваться, то этот хвостик начнет бегать в разные стороны. И ваш коте будет заинтересован в поимке этого хвостика. С такой игрушкой ваша котейка точно не заскучает. Ну а если ты хочешь максимально обеспечить свою безопасность в столь непростые времена коровы вируса, то прошу маска на все лицо. Да, она безусловно необычная. Но такими ведь темпами вообще в костюмах космонавтов ходить можно начать. Стекло у маски довольно прочное и в то же время красивое. Она не тяжелая, но, блин, эти размеры сводят меня с ума. Короче, не знаю, решай сам, нужно оно тебе или нет. Я все же проследую за своим консерватизмом, который зовет меня в глубине души. А это светодиодный модуль. Он устанавливается в форме пластины, которая может иметь как небольшие, так и довольно-таки внушительные размеры. За счет встроенных датчиков светодиоды активируются сразу, как только рядом с ними проходит человек. Это создает привлекательную иллюзию и какой-то магический эффект. При этом режим работы устройства можно настроить через идущий в комплект пульт. Там устанавливается задержка отображения, яркость и многое другое. Дронов с записью происходящего на камеру полно. А вот машин не так много, но это одна из них. Это брутальный внедорожник с камерой, который поможет держать все... Ладно, почти все под своим контролем. Колесная база хорошая, проходить будет везде легко. Хоть по улице, хоть по дому. Камера установлена на верхней части и записывает в 720p. Неплохая система слежения получается. Управляется по Wi-Fi. Если хочешь просто погонять, тоже вариант. Полчаса на скорости 20 км в час легко. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!